Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». А у нас в гостях Николай Яковлевич Штонда, председатель областной общественной организации «Украинское землячество» в Рязанской области. Добрый вечер! Здравствуйте! Ваша организация образована буквально месяц назад. Что спровоцировало ее появление? Ну, наша организация организована 26 марта этого года. Спровоцировала, будем так откровенно говорить, раньше мыслей у нас никаких не было организоваться, в какой-то организации, потому что... Было спокойно. Украинский народ и русский народ, мы всегда считали себя, и белорусский народ, мы считали себя славянами, и это единый народ. И до тех, до той поры, что в Украине было все спокойно, все нормально, мыслей таких не было. Но когда события, которые сейчас происходят в Украине, естественно, нас очень это беспокоит, очень тревожит. Поэтому мы решили создать общественную организацию «Украинское землячество» в Рязанской области. В основном на тот случай, если вдруг к нам в Рязанскую область поедут беженцы, поедут люди, которые захотят изменить место жительства свое, потому что, наверное, редко кто в России не имеет друзей, не имеет родственников. В России точно так же и рязанцы имеют, и родственников имеют в Украине, и друзья в них есть. Поэтому, если я сюда поеду, значит, нужно будет как-то людей морально поддержать в первую очередь. А чем конкретно вы можете помочь? Кроме моральной поддержки, то есть нужно где-то жить для начала, как-то помочь устроиться с работой? Может быть, у кого-то есть еще какие-то барьеры, которые сложно будет преодолеть самим? Во-первых, у нас в Управлении Федеральной службы миграционной есть данные обо мне, где мы находимся, телефон мой есть, чтобы можно было их встретить, разместить хотя бы временно. И надо сказать большое спасибо рязанцам, что некоторые уже мне звонят и говорят на случай, если нужно будет жилье, они готовы предоставить бесплатно жилье, особенно в летний период. Предлагают помощь, но там ее воспринимают в штыки, очень многие говорят об этом. То есть их что, натравливают на нас и пытаются как-то спровоцировать какой-то конфликт, или им недостоверную информацию какую-то до них доносят? Почему вот это возникает? Понимаете, информационная война – это очень опасное оружие. Тем более тогда, когда запретили транслировать российские каналы в Украине, и украинские каналы доводят до людей совсем искривленные факты. Ну, как говорят, если капля воды – камень, то точно так же, и людям промывают мозги вот этой лживой информации. И многие, конечно, верят в то, что русские придут, будут захватывать Украину и так далее. Какое количество человек в вашей организации? Кто они? Ну, в основном люди, которые занимают довольно-таки высокие посты в правительстве Рязанской области, в администрации города. Здесь, надо сказать, что люди солидные и прекрасно понимают то, что стравили два народа. Американцы сделали свое, так сказать, черное дело. Сначала они развалили Советский Союз, теперь вбивают в клинья между славянскими народами. Разделяй и властвуй. Да, разделяй и властвуй, совершенно правильно. И то, что к власти на Майдане пришли ставленники именно Америки с таким прошлым, негативным, будем так откровенно, мягко выражаться, они под диктовку Америки делают вот это свое черное дело. А вы располагаете конкретными данными, что там сейчас происходит и как люди все это воспринимают? То есть, как реальную демократию или все-таки как раздор такой, раздробленность, где никто не понимает, за кого он, за какие принципы, что он отстаивает и, главное, чем все это грозит? Вы понимаете, люди воспринимают по-разному. Сколько есть людей, столько и мнений. И те, которые проживают в юго-восточной части Украины, они это дело понимают совершенно по-другому, чем те, которые проживают в западных регионах Украины. Ну вот предстоящие выборы, они, как вы думаете, исправят эту ситуацию или наоборот усугубят? Как вы расцениваете все это? Вы понимаете, очень сложно говорить, как эти выборы могут повлиять на ситуацию. Во-первых, их очень сложно провести демократическими, потому что как и с одной стороны, так и с другой стороны люди ходят с оружием. И когда нападают на безоруженных людей, на мирных жителей, нападает тот же правый сектор, да, те же неофашисты, которые пришли и стараются, вот откровенно говоря, что да, людей можно убить, расстрелять, но на колени поставить, вот юго-восточную Украину поставить на колени просто-напросто невозможно. Люди хотят мира, просто хотят мира. При этом создают массу различных структур, которые действуют, ну, иногда бесчеловечными способами. Вы понимаете, это не народ создает эти структуры, это создает вот это самоназванное правительство Украины. И, к сожалению, пришли просто-напросто бандиты к власти. Естественно, они и... Они пытаются сейчас закрепить свое положение, в этом основная беда-то. В этом есть действительно беда. И пока еще силы только такие, настоящие силы, которые могут противостоять вот этим самоназванным правленцам Украины, этим бандитам, это только вот юго-восток Украины. Вы лучше всего знаете, на что способны русские, как они себя позиционируют, способны ли они на мирных людей погнать войска и танки. Что бы вы сказали тем, кто, возможно, нас увидит, поговорит со своими, как-то успокоит их? Мы их успокаиваем, и мы, украинцы, граждане России, мы на 100% уверены, хотя вот такое единение народа, президента, правительства нашего, ну, наверное, только в годы Великой Честной войны вот такое единение было. И желание народа, и желание правительства, президента нашего, они совпадают на 100%. И хорошо, что вот эта мудрость правителей наших не дает возможности американцам спровоцировать, потому что провокации идут на каждом шагу. Что бы ни случилось, все валят на Россию. Ну, это известный прием американский, и до такой степени там курируют нынешнее правительство Украины, что они там не могут не то что шага, там, сантиметров вправо-влево сделать. Ну, вы сами знаете, если уже и госсекретарь Америки там был, и директор Центрального разведуправления там побывал, но они же не просто туда приезжают, они на коротком поводке их держат, и вот эту черную свою миссию они выполняют. Если раньше, допустим, было противопостояние в мире, это блок НАТО и Варшавский договор. Варшавского договора сейчас нет, значит, балансом, балансом мировой, так сказать, ситуации только остается Россия. Ну, там слишком все, не знаю, театрализовано, на мой взгляд. То есть, если уж лозунги, то лозунги, если уж выступление, то выступление. Сколько было пересудов и обсуждений в блогах, когда показали Юлию Тимошенко в кресле, да, то есть, ну, много всего, что слишком. Для чего, опять же, чтобы люди поверили и куда-то пошли не в ту сторону? Ну, я думаю, что люди уже начинают разбираться в ситуации. Кто такой Юлия Тимошенко, кто такой Яценюк и так далее, и тому подобное. Кто пришел к власти, люди уже разбираются. Но, опять же, вот это силовое давление, и если женевские решения были, чтобы разоружить правый сектор, разоружить вот эти банды, которые существуют в Киеве, в Украине, ничего не делается. То есть, они попрекают решением и Евросоюза, потому что это им не на руку. Понимаете, чем больше будет надетаться обстановка, тем больше будет сомнений. Начнем все. Тем больше будет сомнений, естественно. Вот за тот месяц, что существует в вашей организации, уже есть кто-то, кто приехал сюда за помощью, или как минимум обратился, или пытается найти какие-то связи? Ну, к нам никто пока не обратился, потому что в основном люди приезжают к своим родственникам, своим знакомым. Но информация есть, какое количество уже приехало? Да, где-то порядка 16-20 человек уже приехало. Мы хорошо контактируем с УФМС, и, естественно, оттуда данные самые-таки точные идут. Так, вообще-то, у нас в Рязанской области где-то 121 человек, вернее, 1200 человек находятся, уроженцы с Украины. Многие, конечно, приехали по проблемам житейским, это заработать на кусок хлеба. Работу у нас ищут, работают. Другие приехали, у нас есть и те, которые учатся с Украины, есть и туристы, ну, другие по разным своим личным каким-то проблемам приехали. Самое главное то, что они сейчас уже и вернуться обратно не могут. Очень хочется сказать телезрителям, какие бы решения вы не принимали, руководствуйтесь, прежде всего, здравым смыслом своим, а не тем, который вы подслушали. Это была программа «Подробности». До встречи.